Когда говорим о бесплодном браке, мы всегда спрашиваем, что это такое. Бесплодным браком мы называем тогда, когда в течение года при регулярной половой жизни не появляется беременность в браке. В этом случае пары должны тогда обратиться к врачам, которые специализированы по бесплодному браку. Один из этапов лечения бесплодного брака является ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Со временем показания для экстракорпорального оплодотворения расширились. Сюда входит, естественно, мужской фактор, тяжелый мужской фактор, женский фактор, когда речь идет об отсутствии маточных труб или о том, что маточные трубы перекрыты или они перевязаны. Другим показанием для ЭКО является эндометриоз. И иногда бывает такой ситуации, когда мы говорим о неизвестном факторе или том факторе, который мы не могли определить при бесплодном браке. Каковы этапы экстракорпорального оплодотворения? В первую очередь, когда приходят пациенты с бесплодным браком, мы должны поставить диагноз и какой фактор здесь превалирует. Можем ли мы его найти или нет? Первым этапом экстракорпорального оплодотворения является стимуляция женщины, потому что лучше всего в этой ситуации мы имеем больше фолликулов, в результате мы имеем больше яйцеклеток и больше эмбрионов. Вторым этапом экстракорпорального оплодотворения является непосредная пункция или аспирация яйцеклеток из фолликулов яичника. После чего мы имеем яйцеклетки. Эти яйцеклетки уже оплодотворяются в лаборатории эмбриологической и уже образованные, или скажем так, что уже есть эмбрионы, тогда мы их подсаживаем в полость матки. Когда говорим об ЭКО, мы всегда с пациентами говорим, какова вероятность беременности при ЭКО. Чем моложе женщина? Мы говорим о том, когда она приходит в более молодом возрасте, репродуктивном возрасте, это до 35 лет, вероятность того, что будет беременность при проведении ЭКО, она наиболее высокая. Чем больше процент женщин, которые приходят в более позднем репродуктивном возрасте, тем, конечно, результаты они хуже. Потому что с возрастом у женщины так природой дано, что теряется количество фолликулов, которые они несут, естественно, яйцеклеток. В результате этого при стимуляции большими дозами мы имеем меньшее количество фолликулов, который ведет за собой меньшее количество яйцеклеток, в результате у нас меньшее количество эмбрионов. С возрастом у женщины теряется, конечно, и качество яйцеклеток, в результате этого и качество эмбрионов тоже уменьшается. Поэтому мы больше рекомендуем к парам приходить в более молодом возрасте, тогда у них процент успехов, конечно, будет больше. Продолжение следует...